Трагедию, которая изменила ход нашей истории, вспоминали в Москве. В Государственной академической филармонии прошел концерт «Реквием», посвященный столетию гибели царской семьи Романовых. Программа стала напоминанием того, что события 1918 года не должны повториться. С подробностями Галина Ледвина. На сцене зала имени Чайковского представили премьеру литературно-музыкальной композиции «Восхождение». Программа создана в память о семье императора Николая II и напомнила о главной исторической трагедии государства российского – нечеловеческом убийстве, трагедии, ставшей русской Голгофой и принесшей впоследствии чудовищные страдания нашему народу. В основе композиции – письма императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Трогательные и тревожные тексты прочитали актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Государь никогда не выказывал столько твердости, решительности и сознательной энергии, как в это первое время войны. Никогда столь классно не проявляясь его личности. Создавалось впечатление, что он душой и телом отдался громадной задачей – вести Россию к победе. Эти письма имеют для России и для всего мира историческое значение. Вера, самопожертвование, благородство – столь редкие для людей – светятся страниц. Это настоящая христианская семья. Императрица поддерживала мужа во всех его решениях до последних дней. Мы в совершенстве знаем друг друга, нам не нужны слова. И клянусь жизнью, мы увидим вас снова на твоем престоле вознесенного брата твоим народом, на войсками, во славу твоего царства. И ты будешь шарадоваться на Богом, на этой земле и в своей стране. Среди почетных гостей вечера режиссер Никита Михалков. По его словам, сегодня как никогда нужно помнить, что произошло. Это не только как покаяние перед царской семьей, но и как предупреждение того, чего не должно повториться. Сто лет назад совершено невероятное злодейство и невероятное предательство. Когда родственники императора отказались его принять, когда с молчаливого согласия мировой либеральной интеллигенции на все были закрыты глаза, когда заставили императора отречься для того, чтобы убивать не помазанника Божия, а гражданина Романова, когда убиваются семья с детьми, с наследниками, это чудовищное, на мой взгляд, одно из самых чудовищных преступлений прошлого века. Там, где кончались слова, начиналась музыка. В концерте прозвучали духовные сочинения Чайковского, Чеснокова, Бортнянского, Рахманинова и Львовского. Их исполняли академические большие хор-мастера хорового пения и симфонический оркестр Московской филармонии. Я считаю, что Россия виновата перед царской семьей, ее гибелью, потому что случилось, и мне бесконечно жалко. Такая семья красивая, так они любили друг друга, дети такие, хороший мальчик этот, мне просто нет слов. Чувство покаяния должно присутствовать, и народ должен возрождаться память о царской семье. И надо начинать с себя, наверное, поэтому начинаем с себя. К памятной дате в фойе зала Чайковского была представлена выставка. Зритель смог увидеть редкие фотографии, на которых вместе император-императрица, на дворцовой набережной в Царском селе, с детьми в Крыму, свергнутый с престола государь вместе с семьей в Тобольске, на стендах выдержки из дневников и воспоминаний современников царской семьи. Не забывать о прошлом – таким был призыв организаторов, которые напомнили зрителю о трагических событиях, произошедших сто лет назад.